Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Подводя итоги торговой недели, важно проанализировать ключевой момент и выделить направление, на которое следует обратить особое внимание. Так что предлагаю внимательно вместе рассмотреть все основные аспекты уходящей недели. Приступим с разбор информационно-новостного потока. Так вот, в понедельник были обвлекованы данные по заработным платам в Евросоюзе, темп просто которых внезапно ускорили с 3,2% до 5,3%, тогда как ожидали их замедление до 2,8%. Эти данные создают предпосылки для более медленного смягчения монетарной политики ЕЦБ, так как рост заработных плат может способствовать ускорению инфляции. Фактически за счет этих данных мы наблюдали незначительное укрепление курса евро. Во вторник же были обвлекованы итоговые данные по инфляции в Евросоюзе за мае, но они ожидаемо совпали с предварительной оценкой Евростата, тем самым какой-либо реакции на рынках не произошло. В то же время во время Американской торговой сессии были обвлекованы данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, которые показали замедление темпа роста с 2,7% до 2,3%. Это оказало значительно хуже прогнозов, которые предполагали снижение с 3% до 2,8%. Кроме того, предыдущие результаты были пересмотрены в худшую сторону. Несмотря на это, заметного ослабления курса доллара так и не произошло, что совершенно интересно. Ну, поддержку доллару оказали данные, все же, наверное, по промышленному производству, которые, в отличие от розничных продаж, оказались значительно лучше прогнозов. Предполагалось, что темп спада замедляется с минус 0,4% до минус 0,1%. Однако, предыдущие данные были пересмотрены в худшую сторону, до 0,7% в отрицательной зоне, что должно было привести к ослаблению американской валюты. Вместо того, темпы спада сменились ростом на 0,4%, что придало доллару оптимизма и позволило ему удержать свои позиции. В среду же были вубликованы данные по инфляции в Великобритании, уровень которой замедлился с 0,3% до 2%. Стоит отметить, что в среду был нерабочий день в Соединенных Штатах, тем самым торговые объемы были снижены. И это негативным образом сказалось на волатильности в финансовых рынках. В четверг все внимание рынка было сосредоточено на итогах заседания Банка Англии, где ставку оставили на прежнем уровне, это 0,25% годового выражения. За сохранение ставки проголосовало 7 из 9 членов комитета. В данный момент ставка находится, напомнено, в максимальном значении. Это вроде как с 2008 года уж не изменяет память. Что касается комментариев регулятора, то смотрите, что прозвучало. Что денежно-кредитная политика должна оставаться достаточно в ограниченном состоянии еще длительное время для устойчивого возвращения инфляции на уровень 2%. То есть она есть на 2%, но их задумка в том, чтобы это именно было в среднесрочной перспективе. Что касается ожиданий рынка касательно снижения ставки, то трейдеры закладывают вероятность в 43%, что ставку снизят в период августа. А, ну что же происходило, интересно, на торговых графиках? Ну смотрите, динамика по валютной паре евро-доллара была достаточно низкой. Наблюдается небольшой откат относительно недавнего спада. Да, котировка вернулась выше, чем 1.07, но, смотрите, радикальных-то изменений опять же нет. И как бы начнем с того, что нисходящий цикл, он да, был сбит, сбит. Котировке так и не удалось удержаться ниже, чем уровень 1.07, ну и наверх там особо не пошли. То есть и какого-либо такого резкого роста объема длинных позиций тоже не возникло. Конечно, это больше показывает на то, что нисходящий интерес, он преобладает на рынке. И вот если мы по итогам недели, конечно, будем удерживаться ниже, чем 1.07, ну в этом случае, значит, будем идти к минимуму текущего года. То есть куда-то вот сюда. Ну, если такого не произойдет, и уровень все-таки 1.07 продолжит играть опору на рынке, ну вот, значит, диапазон наш 1.07 и 1.09. То есть, как мы и раньше, в принципе, это и видели. Ну, на валютной паре фонд-доллар по динамике в принципе все то же самое. Частично спасла ситуация, конечно, с итогом заседания Банка Англии, но радикальных изменений не наблюдаются. Да, имеет место нисходящий такой у нас цикл от уровня 1.28, но смотрите, вы что-то видите здесь такое прям что-то неординарное? Нет, такого здесь нет. Поэтому, да, конечно, сам факт стабилизации цены ниже, чем 1.27, это говорит о том, что нисходящий настрой, он преобладает на рынке. И увеличивает шанс продавцов на движение в сторону, ну, как минимум к 1.26, а по-хорошему куда-нибудь к 1.25 в таком плане. Ну, если, конечно, мы по итогам недели зафиксируемся выше, чем 1.27, то, конечно, данный сценарий, он станет, конечно, неактуальным, и здесь сценарий возвращения к этому локальному максимуму, он, конечно же, будет преобладать на рынке. Ну, завершаем наш видео-обзор валютной парой австралийский доллар против доллара. Так вот, по итогам заседания, прошедшего, кстати, во вторник, Резервный банк Австралии принял решение сохранить ключевую предстоятельную ставку на уровне 4.35 годовые. Ну, напоминаю, такой уровень ставки является максимальным за последние 12 лет. Согласно заявлению регулятора, инфляция продолжает оставаться устойчивой и превышается на целевые уровни. Ну, тем не менее, темп роста потребительских цен замедляется, хотя и медленнее, чем ожидалось. Здесь руководство Центробанка стремится убедиться в том, что инфляция, она движется в направлении целевого диапазона. Целевого диапазона у них 2-3%. При этом до достижения данного показателя не исключаются любые возможные меры, которые будут зависеть от поступающих данных. То есть они как-то никакие запасы не оставляют. Хоть мне кажется, что это запас, это просто какая-то пугалочка, как раз, то ничего уже такого в плане повышения ставки теста дать уже не стоит. Здесь ждем просто снижения ставки. Я думаю, в самом скором времени она возникнет. Ну, и что мы видим? Мы видим очень красивую техническую модель в виде бокового коридора. То есть 0,66 и 0,67. То есть в нем двигаемся. Двигаемся уже достаточно долго, больше месяца двигаемся. Это может уже по 2 месяца. Все-таки начали мы еще в середине мая. Сейчас уже у нас июнь заканчивается. И, конечно, такое длительное находение цены в узком диапазоне говорит о том, что диапазон будет по итогу нестабильный. И, естественно, трейдеры будут работать активно на пробой. И в итоге, однозначно, мы увидим резкий исходящий импульс. Так что, наверное, такая стратегия, которая, наверное, рассматривалась бы, технического анализа – это исходящий импульс относительно заданного диапазона. Так что, так. Ну, а на сегодня у нас все. Желаю всем удачи и хорошо провести выходные. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...